В Китае молодых предпринимателей пять лет носят на руках, в Европе шутят наши предприниматели, занимаются бизнесом, россияне, бухгалтерией. Проблемы предпринимателя, главное, как помочь и поддержать предприимчивую молодежь, обсудили успешные опытные предприниматели Анапы за круглым столом. Поломать стереотипы и посмотреть на бизнес свежим взглядом, предложил начальник управления экономики и инвестиций Евгений Приставко. Мы как раз поможем, самое главное, что помимо того субсидирования тех программ, которые есть непосредственно на местном уровне, мы поможем создать пакеты документов, чтобы выйти и на краевые программы. Соответственно, у нас есть и планы мероприятий, и знаем некую, скажем, специфику выделения средств, да, то есть поможем им в нормальном графике это двигаться, чтобы мы финансирование субъекта малого бизнеса могли получить. Более существенное и конкретное предложение на обсуждение вынесла заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Действует несколько программ поддержки молодежи на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. Но этого на практике оказывается мало. По программам поддержки молодого бизнеса нужны льготы по кредитам, возможность сокращения процентов и возврат средств на оплату госпошлины. В этом году такая практика уже налажена, 4 тысячи возвращаются каждому новому предпринимателю. Сегодня в Анапе бизнес ведут более 9 тысяч молодых специалистов, и первая проблема молодых – отсутствие денег. Чтобы организовать и развить бизнес, помогать, поддерживать, спонсировать и выдавать кредиты на выгодных условиях, кроме материальной, поддержку информационную и моральную, оказывают специалисты молодежного центра 21 век. Приглашают известных бизнесменов и бизнес-тренеров. На базе клуба работает молодежная организация «Навигатор» – путеводитель по основам предпринимательства. Вооружившись всеми преимуществами и предложениями, молодому бизнесмену легче становиться на крыло. Хотя благородный риск в бизнесе тоже никто не отменял. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.